Всем доброе утро! Сегодня 25 января. Сегодня день Татьяны. Я знаю, что есть Татьяны, которые меня смотрят. Здравствуйте! Я хочу вас поздравить с этим прекрасным днём и желаю вам счастья, здоровья и побольше весёлых, счастливых моментов. Ну и День студента, естественно, так что все студенты, здравствуйте! Я с вами поздравляю нас. Вот. Я сказала доброе утро, но уже 2 часа дня, поэтому не утро немножко. Вот. Я с утра встала, мы с родителями позавтракали. Я опять делала курсовую. Курсовая моя просто любовь навеки. Я не могу сказать, что это очень приятное дело, но мне нравится моя тема, это самое важное. А у меня кафе, итальянское кафе на 70 мест. Ой, да, на 70. Вот. И как бы, ну, Италия, вот это вот пацца. Ой, пацца. Пицца, паста. И там ещё куча всего, что есть. Вот. И, в принципе, я это люблю и мне очень интересно. А для курсовой, я думаю, главное, чтобы было интересно, чтобы тебе хотелось углубляться в тему. Ну, и как бы там, как рыба в воде, в общем, быть. Вот. И что? Я уже поделала там кое-что, и мне сейчас надо выйти в магазин, потому что сегодня хочу приготовить один десертик. Я обязательно сниму, и будет видео. Вот. Я хочу его приготовить. Вот. И мне надо для него кое-что докупить. Вот. Ну, и, в принципе, выйду наконец-то, подышу свежим воздухом, потому что, ну, не дело. Вторая неделя уже пошла. Вот. Так что выйду, погуляю немножко до магазина и обратно. Вот. И прийду, и буду готовить. Так выглядит человек, который вышел на улицу. О, как холодно! О, май гад! Ну, всё, ребятки, короче, я пошла. Очень ветрено, кстати. Всё! Наконец-то я дома! Если что, извините, что я вас напугала. Наверное, это было неожиданно. В общем, я уже дома, я сходила за покупками. О май гад! Какие высокие, скажем так, цены на продукты! Я купила-то всего лишь-то... Ничего, а дала где-то тысячу с чем-то. Вы что, люди? Кто повышает цены? Успокойтесь! Я что? Я сейчас буду отдохнуть, наверное, немножко, потому что я сейчас устала. Я уже в возрасте. Ладно, я шучу. Нет, хочу немножко отдохнуть. Просто посмотрите, какую грелку я купила. Боже, она как моя ладошка. Заказал на Валберес. Но зато она очень мягкая. А, эта штука еще снимается, кстати. Прикольно. Только зачем ее снимать, непонятно. Ну, я, если честно, думала, что она в размерах как-то побольше, но как бы... Видно, да? Ну ладно. Может, так и надо. Ну, не знаю. Прикольно зато. Миленькая. Я только закончила, а время шесть часов вечера. Но мне нравится, что получилось. Я, конечно, под конец намучилась с ним, но зато не зря. Я считаю, он очень красивый. Думаю, что он очень вкусный, так как я себе его представляла. И он очень тяжелый. Мне кажется, там килограмма три точно есть. Вот. Так что вот так. Видео выйдет завтра. Я его смонтирую. Вот. И я, когда, короче, пришла, поставила себе музыку. Так потанцевала, что-то еще поделала. Вот. И у меня появился, ну, любимый певец, наверное. Но он американский. Я не вспомню сейчас, как его зовут. Я напишу тут внизу. Господи. Мне нравятся все его песни. Абсолютно все. И это очень странно для меня, потому что у меня обычно такого не бывает, чтобы мне нравились все песни какого-то певца. Вот. И как-то я слушаю, мне нравится, я понимаю тексты, как бы вообще. Это что-то новое лично для меня. Потому что обычно я говорю, что у меня нет любимого певца, там артиста, потому что, ну, ты можешь называть певца любимым, если ты любишь все его песни, я так думаю. А у меня такого нет. То есть я, у меня, если открыть мой плейлист, у меня одна песня одного, другая третьего. Там такое разнообразие, что просто. Но я меломан, поэтому мне позволительно, в принципе. Вот. И еще недавно ехали с родителями в машине и заиграла, короче, песня. Если кто-то помнит, раньше, где-то в 2000-х, по-моему, была группа Непара называлась. Господи. Я как-то вот, ну, совсем недавно я услышала снова их песни, потому что я помню дома в Бендерах у нас был магнитофон, и там, по-моему, были кассеты. Кассеты, а не диски, кассеты. Вот. И, господи. И мы с мамой, когда убирались каждый раз, мама включала вот их кассету и просто играли их песни, и мы убирались. И как бы очень странно, потому что я была маленькой, как бы... И странно, что я это помню, и странно, что слушаю, потому что с тех пор я их песни больше не слушала, потому что, ну, мода на их песни прошла, и как бы, в принципе, мы их тоже не слушали. И так странно, что я помню каждый текст каждой песни, и это... Это так, не знаю, лично мне как-то приятно, потому что я вспоминаю детство, а детство это что-то, знаете, такое милое, душевное, тёплое. И сейчас просто каждый раз, когда мама говорит, давай включим музыку, потанцуем, я говорю, не пара, поехали. Не знаю, для меня эти песни, они связаны с детством, и, может, поэтому они мне так сильно нравятся. Потому что я помню, как мы там с мамой, там, вот это вот всё. Люблю эти песни прям очень сильно. И сейчас вот я, когда их услышала, постоянно меня на репите просто... Стою, знаете, так вообще. Ну, мне кажется, потому что это из детства всё-таки и... Я ещё помню, у меня в детстве был свитер сиреневый, знаете, такой вязаный. Он прям был такой вязаный, что каждый раз, когда мама мне надевала этот свитер прекрасный, у меня болели уши, когда она мне его надевала, и когда она его снимала, потому что оно было с горлом или воротником, как это называется, и оно прям, знаете, ну... Оно... Ну, вы поняли, короче. Оно прям держалось, оно не растягивалось. Вот, и недавно мы купили мне тоже сиреневый свитер, но он тоже вязанный, но он, знаете, такой более лёгкой вязки, там, наверное, другая, скорее всего, другая ткань. Не ткань, а нити. Вот, и он более такой... Господи, я устала просто. Он более... Вспомню слово, я его напишу. Вот, он такой. Но я его, когда увидела, я говорю, мама, оно мне надо. Он говорит, Влад, зачем тебе свитер? У тебя и так много свитеров. Говорю, мам, это же связано с детством, он похож на тот свитер, мама. Ты же мне не свяжешь? Он говорит, нет. Тебе, ты чего? Я говорю, ну вот, давай купим. И мы купили, и, господи, счастье у меня было, полные штаны. Я думаю, что у каждого так, что какие-то приятные моменты из детства, они с тобой, во-первых, остаются, и когда ты уже вырастаешь, это так приятно для души вспоминать об этом с теплотой, с каким-то трепетом. Вот я, когда была маленькой, я не... Мама всегда, когда я была маленькой, мама говорила, вот, а у меня в детстве так, а вот я со своей бабушкой так. А вот что я делала? Я не с папой ещё, когда, знаете, так вечером сидим за столом, и они как начнут. Я раньше сидела и думала, блин, ребят, ну тут что вы, мне неинтересно. Нет, я слушала, конечно же, но как бы я не понимала вот этого их трепета к тем временам, и как они об этом рассказывали. Так тепло, уютно, я не знаю. И я сидела за столом, и я не понимала, типа, как так можно? Ну, было и было, подумаешь, как... Ну, а люди же обычно всё забывают. И я думала, как вы не забыли об этом? И прошло буквально там лет десять, и я в девятнадцать лет сижу и вспоминаю о своём детстве. Если честно, очень грустно, что мы так быстро вырастаем, и... Я какая-то хозяйка в этом году вообще, и как бы на этой неделе... Очень странно. Готовлю и готовлю. Хозяюшка не могу. Вот, я присела отдохнуть. Сейчас пойду доубираюсь, помою посуду. И всё, наверное. И у меня... Через час начнётся английский. Я так не хочу, я так устала. Вот. А, и, кстати, завтра я никуда не иду. Завтра я сижу дома. Отдохну, наконец-таки, нормально. Ой, а вот такую вот красоту мама приготовила нам на ужин. Ещё, ну, готовится, как вы можете заметить. Это, в общем, рыба. Какая рыба? Ой, спасибо. Пап, какая рыба? Это толстолобик с картошечкой. Белая рыба. Белая рыба с картошечкой. Пахнет на весь дом просто невероятно. У меня аж слинки уже текут. Пока мама там доделает всякие штучки, я решила... Ну, как я. Мы решили сделать салатик. Быстренько. Так прям хорошечненько, чтобы всё было. Айсберг не буду резать. Мы когда с Гулей проходили практику... Господи, где мы её проходили? В Шаратоне мы вот так разрывали айсберг. И мне так понравилось, типа, зачем его там резать, что-то с ним ещё делать. Берёшь, так разрываешь, и всё. Что с ним церемонится. Это и быстро. И, в принципе, не сильно нужно над этим работать. Мама сейчас готовит соус. Туда идёт горчица, мёд и... Оливковое масло. Оливковое масло, вот вам говорит. И вот... Сейчас покажу. У меня тут зелень летает. И вот этот вот соус, который я показывала в прошлом влоге. Это просто находка, я не знаю, идеально. Вот это вот... Мам говорит, и для рыбы, реально, и для мяса, и для салатов. И вот я бутерброды с авокадом прекрасные делала. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я начинаю делать. Теперь поливаем все ссой. Вот такая вот красота у нас получилась. Сейчас будем кушать салатик, вот я уже почти перемешала. Тё, приятного нам аппетита, если вы вдруг тоже кушаете, вам тоже приятного аппетита.